Слава Богу! А давайте покоммунизируем, если бы вы были президентом, что бы вы сделали? Не-не-не, давайте не будем фантазировать на эту тему, потому что надо слишком много фантазировать, поскольку у меня три гражданства, то я при всем желании не могу быть президентом, закон это запрещает. И более того, я на самом деле, у меня нет и никогда не было политических устремлений. Я понимаю, что очень легко критиковать, но если бы мне сказали, хорошо, Владимир Владимирович, давайте, вы решайте. Нет, я абсолютно понимаю, что это не мое, что я это не могу, а очень легко. Вот иди себе, я был, да ерунда, если бы ты был, так и за... Вопрос о ваших иллюзиях, вернемся. Да, ну... А вы не хотите такую идею прокатиться, как по Америке? А, я понял, ну это да, да, да. И может быть они укрепятся, а может быть они... Да, сейчас я вам скажу, сейчас я вам скажу. Значит, я, вы знаете, сделал там документальные фильмы, вот один по Америке, по Франции, вот сейчас выйдет в апреле по Италии. И меня часто спрашивают, а почему вы не сделаете по России? Я говорю, я не буду делать по России. Ну почему? Я сказал, я вам скажу, почему. Значит, у меня есть внук, Коля. Ну, он немец. Ну, моя же, моя дочь уехала 20 лет тому назад в Германию. И вот она замужем за немцами. И вот Коля родился в Германии. Он говорит по-русски, ну, он говорит, довольно плохо, с акцентом. А так он немецкий мальчик. Ему 17 лет. Ну, вот, и я его вижу, к счастью, довольно часто. Ну, вот он приехал первый раз, кажется, ему было там лет 10 или 11. Приехал в Москву. И вот мы едем с ним за город. И он смотрит в окно и говорит мне, он называет меня не дедом, а Вовой. А он говорит, Вова, а почему столб кривий? Почему столб стоит криво? Потому что в Германии-то они стоят прямо. А я, понимаешь, я уже тысячу раз видел эти столбы, но не замечаю уже. Потому что у нас они в основном стоят криво, да? Так вот, глаз у меня замыли. Нужен человек, я могу сопроводить, я могу отвечать на вопросы. Но я не увижу того, что увидит этот человек. Поэтому я этого делать не буду. Это нужен, ну, вот так, ну, я не знаю, условно говоря, иностранный Ильфа Петров. Значит, еще один последний вопрос.